Добрый день, Сергей. На этой конференции я вам один доклад. Было принято решение, что в два раза не вставать. Тем более, сейчас не по Москве. Я субдиректор ТНЕЛЯ. Деталь такая неожиданно молодая. Будем как-то по ходу дела адаптировать ее. Чем мы занимаемся? Я сяду, что вам не было стыдно, что я стоял в России. К вам побежу. Мы занимаемся продажей технологических разработок и технологических бизнесов. То есть, если вдруг кто-то начал заниматься программированием, он потом начинает делать продукты, потом начинает их продавать, потом ему это надоедает, и он хочет продать то, что у него есть в какой-то стадии. Вот мы как раз этим всем занимаемся. То есть, делаем оценку, защищаем, оформляем, делаем инкорпорацию, обеспечиваем улучшение, очистку бизнеса, если это требуется. И фактически, так сказать, осуществляем поддержку продаж, скажем так. Почему, собственно говоря, вот эта тема появилась в том числе? Если ваш бизнес и ваш продукт связаны с большим количеством пользователей, то при продаже вашего бизнеса сразу станет вопрос, собственно говоря, пользователей, которых вы считаете, что это ваш актив, вашего бизнеса, их можно продать в какой-то форме или нельзя продать? Ну, условно говоря, вы сделали там хороший какой-то инстаграм, условно говоря. Вы продаете вот ваша разработка, вот ваш бренд, а вот те фолловеры, пользователи, которые у вас есть, они в этот комплекс входят по цене или не входят? Если они у вас нормальным образом оформлены, вы можете прийти и сказать, слушайте, вы нам хотите 100 тысяч долларов заплатить, а у нас хорошие пользователи зацеплены на хороших договорах, контрактах и так далее и тому подобное. Поэтому давайте еще 100-ку накинем и продолжим разговор. Если вдруг начинается оценка вашего бизнеса, due diligence, и выясняется, что ваши пользователи, ваши фолловеры на самом деле никак не оформлены, никак не зацеплены и отношения у вас с ними никак не оформлены в данной части, которую мы будем рассматривать, то в общую, так сказать, конкурсную массу продажи они не входят. То есть фактически вы их продать не сможете. И очень часто, но, собственно говоря, почти всегда это является очень большой проблемой при продаже бизнеса технологического. То есть все продать можно, а пользователей продать нельзя. То есть вы-то думаете, что у вас огромное количество фолловеров, у вас огромное количество рынка, фактически рынок вы хотите продать, а рынка у вас нет. Возникает эта проблема. Вот мы сегодня посмотрим маленький кусочек, маленький срез этой проблемы. Как пользователей, так сказать, можно оформить, сделать продажную подготовку ваших пользователей либо фолловеров. Посмотрим все общие вопросы, кратенько, потому что так по временем ограничено. Посмотрим структуру и маленький пример такой, чтобы вы посмотрели, как это на практике реально может делаться. Ну, что такое юзеры гриммит, в принципе, вы должны знать. Это то, что вам вылезает на экране при регистрации электронная, либо то, что пишется на коробках. Работает это очень простым образом. Пока вы не поставите кнопочку «Согласен», у вас дальше не идет инсталляция, не идет там скачка или что-то еще не идет. Если вы не согласны с той информацией и с теми условиями, которые есть на коробке, то там написано, как в предыдущем докладе было на коробке с молоком, что дальше не распаковывай, потому что если ты с этим не согласен, то в дальнейшем уже все не работает. Нет гарантии, нет и все остальное. Так это работает юзер гриммит. Зачем он нужен, в принципе, вообще? Почему он появляется? Вообще в идеале, когда есть какой-то сервис, продуктовый, сервисный и так далее, есть какой-то пользователь-покупатель, они вместе встречаются между собой, договариваются, обговаривают, на каких условиях они дальше работают. То есть заключается какой-то пакет документов соглашения. Может быть контракт, может быть обмен писем, то есть какой-то комплекс. Проблема состоит в том, что при большом количестве продуктов, услуг и так далее, вы не знаете, не видите того, кто к вам придет. То есть вы не сможете с ним подписать договор, нормальный, хороший контракт. Поэтому делается так называемая открытая ферма. То есть вы описываете те условия, на которых вы с этим каким-то абстрактным товарищем готовы дальше работать. И кто-то с улицы приходит, если он согласен, он встает на это место и идет с ним работать. То есть вы не можете с ним подписать нормальный, хороший пакет документов. Вы вынуждены работать через вот такой абстрактный юзер гриммит с тем пользователем, которого вы не знаете. Вы не знаете, какая у него правоспособность, где есть способность, в какой юрисдикте он находится, что он имеет право делать, что он не имеет право делать, что вы имеете право с ним делать, что вы не имеете право с ним делать. То есть вы его не видите. В этом основная проблема. В этом основное отличие юзер гриммит от всех остальных контрактов. В любом другом контракте вы знаете, с кем вы общаетесь. Здесь вы не знаете, с кем вы общаетесь. Вы оставляете общие условия. условия. Те, кто в них входит, с ними соглашается, он становится стороной. Но вы не знаете, кто это заранее. То есть маленький, как и крохный ликбез. В принципе, все правовые системы делятся на абстрактно две кучи. Значит, первая система и континентальная права. В странах общего права работает так называемая, чисто условно-абстрактная система прецедентного права. То есть там все записано в решении судов, которые рассматривали похожие дела по похожим основаниям в предыдущий год. И такая практика накапливается. В странах системы континентального права две вещи есть. Значит, есть какая-то общая часть, которая записана в каких-то кодексах, в каких-то соглашениях, в законах. И есть какая-то небольшая часть судебного прецедента, судебной практики. Даже в Российской Федерации, в принципе, есть какие-то постановления пленов Верховных Судов, где что-то разъясняется. Соотношения по разным странам, по разным вопросам разные. Вы должны четко понимать, что две системы существуют независимо друг от друга. И при переходе с одной в другой, когда вы оказываете сервис, у вас могут быть пользователи разных систем, здесь может возникать, и, собственно говоря, всегда возникает на практике большое количество различных сложностей. Опять же, чисто такими маленькими мазками, какие типичные, скорее всего, самые массовые ошибки. Просто что-то представляет. То есть мы не перечисляем все это дело, потому что это займет очень много времени. Просто маски, чтобы представили общую картинку. Одностороннее изменение, либо расторжение. Нам люди приходят, говорят, мы с пользователями работаем, вот у нас юзер-гримент такой, там написано, что мы имеем право с ними делать все, что угодно вообще. Можем изменять соглашение в любом моменте. Можем расторгать, когда это им подобно. Замечательно. Отказ в гарантии. Во всех юзер-гримент, которые он нам приносит, там написано. Мы не несем никаких обязательств не будем нести. Вы нам только деньги должны, а мы, так сказать, даже еще не возьмем. Можно написать, гораздо больше. Принтер выдержит. Отказ от возврата денег. Вы нам платите, мы вам ничего не дадим, а наоборот вы нам еще будете платить за то, что мы поддержали хорошие отношения или не поддерживали. Все, вы платите. Можно написать. Ну, кто нам мешает. Принтер есть, набрали на печетку. Отказ от съебного иска. Если вы нам в течение, там, двух минут после скачки, там, на установке, инсталляции не сообщите что-то такое, там, мы никакой ответственности не о чем. Вы не имеете права подаваться. Ну, то есть, вот те юзерегрименты, которые здесь люди делают, они вот это все хотелки свои пишут, 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 потом уходят на бед, потом прибегают, еще чем-то пишут. А вы еще нам должны вот это, вот это, вот это, вот это, еще нам мобила отдадите еще, там, не знаю, что у вас есть хорошего. Вот это все можно написать, вроде бы. В чем проблема основная? Ну, передающий слайд, мы смотрели, что есть система прецедентная, есть система записанная. Законно записанная. Вы это все написали, все это главится на стол, и начинаем смотреть по первым пунктам. Одностороннее изменение и расторжение. А что в законодательстве написано? Имейте право? Не имейте право. Поэтому все, что вы написали, идет в минус. Права потребителей. У вас, например, потребители физические лица для своего личного пользования. Соответственно, огромное количество норм, которые регулируют права потребителей. Все, что вы написали, там, невозврат, невозврат денег, мы вам не обязаны ничего делать и так далее. Никакой юридической силы не имени. Отказ от судебного иска, что пользователь не имеет права подавать в суд. Можно написать, ради бога. И в одной стране мира, да. Я просто хочу про возврат денег сказать. Наша аудитория по сравнению не в курсе, в основном, что по правилам имени Матрикато любой пользователь за ним отеляет продукты может в течение 6 месяцев, как и деньги назад. Ну, то есть, много-много-много-много-много всего. Вы ничего не можете сделать. Ну, то есть, вы написать можете все, что угодно, там, чертиков нарисовать. Но проблема состоит в том, что когда вот прям по пункту это снимается, это снимается, это снимается, это снимается. В результате выясняется, что у вас никакой, не то, что нет юзер-эгриммента, если бы его не было, было еще полбеды. А у вас там написаны вещи, которые представляются полные юридического количества, которые, попадая в руки покупателей, перед покупателями тех адвокатов, которые представляют интересы покупателей, он хочет купить ваш стартап. Вы придумали какой-то инстаграм. Хороший инстаграм, он что-то делает, я не пользуюсь, но говорят, хороший. Приходит покупатель, он приходит в виде своих юристов, специалистов, оценщиков, маркетологов, которые начинают смотреть. Когда дело доходит до того, как оформлены ваши пользователи, фолловеры, выясняется, что они никак не оформлены. Это вот лучше, чтобы они вообще никак не были оформлены, о чем был юзер-эгриммент, который составлен неграмотно, и это недействительно, это недействительно, в этой юрисдикции вот это не работает, и так далее, и так далее. Ну то есть лучше остаться голодным, чем наесться не того, что нужно. Опять же, есть во всех странах, во всех юрисдикциях общие нормы, общие, так сказать, которые все покрывают. То, что касается сделки под влиянием заблуждения, то есть вы написали, что там наша программа, там или наш сервис вам принесет счастье. Он чувствует, что счастья нет. Вы нарушили обязательство, ввели его в заблуждение, деньги назад плюс штраф в тройном размере. То есть это не значит, что, например, вы бесплатно оказываете какие-то услуги, вы денег не берете, и вам никто ничего не тоже. Нет, он посмотрел ущерб, который вы ему не сделали, и вам выставил ущерб. Вы с ним ни копейки денег не взяли, но вы ему обязаны будете поднять ущерб. Поэтому к нам приходит стартап, говорит, о, мы набрали там 5 тысяч пользователей фолловер. Это замечательно. Это не значит, что у вас они есть. Это даже хуже, чем их вообще не было. Это значит, что есть 5 тысяч потенциальных лиц, которые к вам предпускают, слушай, я попользовал вашей программой, например, у меня заболела голова по правам потребителей. Он может подать на вас в суд и снять у вас штаны. Соответственно, покупатель вашего бизнеса, беря на себя все риски, берет на себя. Думать, читать, смотреть, ходить на всякие семинары, то есть смотреть, что есть проблема. Если вы знаете, что есть проблема, уже с ней можно как-то решать. Ну и, соответственно, мошенничество, все, что пишется российским товарищам в 90-ти процессу в том случае, в юзере гриме, это чистое мошенничество. Сложности, то, что касается интернет-сервисов различных. Мы с вами смотрели, разные есть юрисдикции. В чем проблема? Вы там сидите в Москве или в каком-нибудь Зинограде, оказываете какой-то сервис, мы за пределы Московской области не выезжаем, мы ни перед кем не отвечаем. Ничего подобного. Смотрится, в основном надо смотреть по США, потому что основные клиенты, основные платежные системы находятся в США, потому что у вас будут там. Вы оказали китайцу какую-то услугу, он скачал вашу сортиночку, например, он через PayPal заплатил, он с вами не здесь будет сидеть, не в Зинограде, он будет сидеть в США, где находится ваш счет. Или где находится оператор, который работает с вашим счетом. Он в Зиноград не поедет, он не знает, где это находится. Смотрится, где деньги идут за деньгами. Есть DMCA, Digital Millennium, как крайне так, но дальше коротенько пройдет. Основная структура этого юзерегримента. Термины, регистрация пользователей, идентификация пользователей, ввел логин, пароль, значит мы считаем, что это он. Независимо от того, кто там был на самом деле. Конфинциальность – это отдельная большая тема. Правила пользования, ограничения, то есть те причины, по которым вы будете его выкидывать. Прекращение, прописывание механизма, как вы будете его выкидывать. Этот пользователь к стоимости вашего бизнеса добавляет огромный минус. То есть, если его не было, было бы лучше намного. Ну, как вы продали стул, например, к вам пришли и сказали, что стул плохой, я понес ущерб. Стул 10 рублей, ущерб 100 рублей, вы обязаны его компенсировать. Претензии, споры и копиритаторские права. То есть, общая структура, и вот берем последний пунктик. Его дальше посмотрим. Посмотрим, как это все работает на практике. У нас была ситуация очень такая забавная, и вам может быть будет интересно. Был интернет-сервис по скачиванию видеоконтента. То есть, вы с помощью этого сервиса, с помощью продукта заходите на какой-то хостинг, где хостится потоковый видео, а тут и скачиваете. То есть, там стала задача максимизировать легальность этого дела, минимизировать риск, оформить и подготовить сервис к продаже либо к инвестированию. Ну, то есть, люди посмотрят, техническая часть работает, пользователи какие-то ковыряются, там появляются, говорят, хорошо, интересно, нам нравится, давай еще. Ну, то есть, надо с ними что-то такое делать. Стали мы работать. Стандартные действия. Сперва смотрится реконструировка на местности, что вообще происходит. Изучаются юзергрименты конкурентов, коллег, ну, то есть, как это вообще делается. Выявляются какие-то возможности, что можно сделать. Соответственно, создается макет и заливается текст. Ну, стандартная практика. Посмотрели на ситуации. Есть большое количество хостингов, где потоковые видео хостятся, где можно закачивать и, соответственно, смотреть, вставлять там, давать ссылки там и так далее. Стали смотреть юзергрименты потенциальных конкурентов, коллег. Выяснилось очень удивительная вещь. Выяснилось, что у них у всех полное безобразие. То есть, у кого-то чистые баяны. То есть, я сервис, у меня три программиста, и есть один человек, который считает, что он маркетолог. На нем все и продажи юзергрименты. Он залез там в интернет, набрал юзергримент, в гугле скачал чей-то, так сказать, у вас социальные сети, он скачал, например, там, с чего-то еще. Он себе залил и думает, что у меня все это дело есть. Повторы. Ну, то есть, когда он на куски откуда-то скачал, он не посмотрел даже, что он повторяет пункт, который у него уже был. Различный мусор, обрывки для СМА и, так сказать, полностью пустота. Есть несколько сервисов, где вообще нет никакой юзергрименты. То есть, кнопочки есть, мы нажимаем, а там пустой экран. Мы очень сильно удивились, что изображено. Стали смотреть. Вот как в Ютубе, в больших сервисах есть юзергрименты, потому что стоимость бизнеса – это стоимость клиентов этого бизнеса. Что там написано? Там написано, что вы обязуетесь там доступ получать контент только с помощью этого сервиса, а потом идет пунктик, контент запрещается скачивать, копировать для каких-либо целей без предварительно писанного согласия. Мы здесь второй раз удивились, потому что это полная глупость. Если я свой контент закачал, не нарушая нищие права, я могу делать с ним все что угодно. Мы удивились, почему там такая штука написана. Стали смотреть, погрузились в тему. Выяснилось очень интересная вещь. Выяснилось, что существует большой объем нормативов, самых разных ДСМАшных, американских, европейских и так далее, где написано, что на самом деле есть четко оговоренные кусочки, где вы имеете право делать то, что делает наш клиент. Ну, то, что делают клиенты нашего клиента. Вот мы прям взяли и выписали, что можно сделать transformation use. То есть вы взяли это, скачали и используете для получения чего-то другого. Статистику берете или там каких-то логических исследований используете. Можно, можно, всякое разрешение. То, что касается так называемого foreign works, все русские произведения, когда автор не может быть установлен. То, что касается сохранения доступности культурного контента. Тоже вы имеете право любое заинтересованное лицо. И, значит, есть европейская директива по электронной коммерции, что на провайдера контента, на сервис-провайдера запрещается перекладывать обязанности по выяснению законности действия пользователя. Понимаете, да? Ну, то есть есть четкое разделение между контент-провайдером и сервис-провайдером. То есть я поясняю, почему вот мы вот так сильно удивились. И, соответственно, почему в юзер-эгриментах всех конкурентов коллег была такая глупость. Потому что есть четко определенные вещи, которые не входят в правила. Понимаете, да? То есть нельзя запретить полностью рамочно то, что имеет конкретное исключение. Соответственно, из этого появились выявленные возможности. То есть если мы не наносим ущерб, если не нарушаются авторские смежные права, то мы имеем, ну, со стороны пользователей, со стороны сервиса, делать то-то, 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 то-то. То есть может быть такой сервис легален, должны быть перечислены легальные возможности, должны быть четко перечислены запреты, ограничения. Значит, необходим интерфейс с правообладателями. То есть те люди, которые будут закачивать, им должно вылезать в рамках их юзер-эгримента конкретные перечисления того, что они имеют право запретить, а что они не имеют право запретить. Должно быть четко разделено в рамках бизнеса, не обязательно юзер-эгримента, а в рамках, так сказать, соглашения или там какого-то оформления, что вы занимаетесь сервисом, а не контентом. То есть вы не имеете права у себя на своих серверах хостить этот контент. То есть принципиально меняется разница, либо у себя хостите на сервере какой-то контент, либо вы там бросаете в облако Амазон и там хостится. То есть юридическая ситуация полностью меняется с точностью до противоположного. Технически 5 секунд, а юридически полностью все меняется. И желательно национальная адаптация, потому что мы посмотрели, есть американские нормы и общие законодательные СМА, что есть европейские, там есть китайские, иконские и так далее. То есть при переходе на конкретные рынки нужно делать определенную адаптацию. Соответственно, исходя из этого, появился общий макет. Общий макет почему звездочка? Потому что юзер-эгримент, как мы с вами смотрели, состоит из кучи, 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 кучи пунктов. Вот мы берем последний, ну один из них, раз его разворачиваем. Он у нас разворачивается вот в такие разделы. Какой раздел? Свободное копирование произведений. Мы точно перечисляем, что можно, что нельзя. Даем отсылочку. Мы же в интернете работаем, значит, на Digital Millennium Copyright Act. Мы должны обязательно дать ссылочку. Вот такое правило хорошего тона. Должны четко определить ответственность. Должны желательно, если мы хотим продаваться кому-то нормальному, хорошему, мы четко прописать конкретные ссылки на конкретные сервисы. Вот там YouTube должен быть у нас прописан. . То есть не просто какие-то абстрактные сервисы по такому видео. А четко лучше прописано. И должен быть раздел ограничения ответственности – за что мы отвечаем, за что мы не отвечаем, за что пользователь отвечает, за что он не отвечает. Ну прямо опять же берем один из этих пунктов и разворачиваем. Вот есть, понимаете, такая лесенка получается? Всего там 10 пунктов, берем это маленький, мы его раскрыли на 5, теперь из этих 5 берем первый, и опять И у нас появляется кусочек нашего юзер-эгримента, где четко, конкретно прописано, что пользователь нашего сервиса может делать, что он не может делать, на каких основаниях он может делать. И мы все конкретные случаи законного использования нашего сервиса без нарушения чьих-то прав, мы конкретно прописываем. Культурное наследие замечательно, такой пункт, абзац, четко прописываем. Сиротское произведение четко прописываем. Производные работы, мы взяли, например, скачиваем ролики, видео, их обрабатываем, например, делаем статистику по цветности, по разрешению, по всему остальному. Мы имеем право для этого скачивать ролики, даже без относительно чьих-то прав, мы их не нарушаем, у нас другое произведение. FireUse, добросовестное использование, и, значит, свободное распространение. Если пользователь сам залил, и там есть соглашение о том, что он говорит, ребята, пользуйтесь, вы имеете право пользоваться, не нарушая ничьих прав. И так далее, то подобное. То есть, ну и в рамках, в данном конкретном примере, работа грамотная, нормальная, целенаправленно с юзер-эгриментом, точнее с областью, она позволила фактически бизнесу полностью полупорпольного, пиратского и так далее, начать переводить в легальный, хороший, нормальный, продажеспособный бизнес. То есть, стоимость бизнеса не просто выросла, она принципиально изменилась. Просто сидели люди там в подворотне, шугались от милиционера-дворника, и выяснилось, что можно это нормально, если хорошо, грамотно оформить, то это можно продать за нормальные, хорошие деньги. Вопрос. А вы как-то с визой, мастер-картом и прочим обсуждали эти моменты? Потому что у нас было много-много клиентов, которые занимались этим бизнесом. И поставок нам сказал визой, мастер-карт, что у нас из бизнеса погоняло, погоняло, если мы этих людей, то мы этих людей должны были так включить. Давайте-ка я ситуацию. Мы не хотели. Еще раз, у нас есть общая структура. Мы с вами, все время ограничено, взяли только один пунктик, копирает авторские права, и выяснили, что он состоит еще из пяти подпунктов, берем один из них, он еще состоит из шести подпунктов и так далее. То, что вы говорите, оно касается финансовых взаимоотношений. Это отдельная песня, отдельная песня. Когда вы сюда заходите, это у вас разворачивается еще в пять пунктов, каждый из этих пунктов еще разворачивается, вы должны дать четкие конкретные ссылки. Будешь по визе платить, то-то-то-то, банковский перевод, то-то-то-то-то. Сегодня работал. Сейчас говорят. А потом, чего-то, какие обсуждения, какие профессиональные... Давайте перейдем в партнер. Да, давайте перейдем в партнер. Да. Писание, он не нормально. Ну, то есть, основная идея в том, что даже если у вас что-то не то, если это грамотно, нормально, хорошо оформить, это может получиться продажеспособный, это нормально, хорошо. Спасибо. Как говорили в партнер-карте, учим пригодиться. Спасибо большое.